Мои дорогие, всем здравия, души и тела, гармония во все времена. С вами, как всегда, Полина Сухова, парапсихолог. Сегодня я озвучу очень интересную тему. Но прежде, конечно, я хочу вас всех поблагодарить за ваши отклики, многочисленные по последнему видео, особенно по видео Юрия Шатунову, о его послании через меня для вас всех. И когда я читала комментарии, их очень много, и мне на самом деле очень порадовали ваши ответы. Это говорит о том, что очень много уже осознанных, мудрых душ, которые знают мировое устройство уже изнутри, и, главное, придерживаются его, и уже живут по этим правилам мироздания. И это прям, знаете, так отрадно, потому что здесь у меня миссия максимальное количество людей привести к осознанности, пониманию, знанию высших законов и выполнению их, и, соответственно, творить уже новую действительность в этом прекрасном плане, плотной нашей планеты, прекрасной Земля. Поэтому низкий вам поклон и благодарность, мой хороший. Давайте я вам карту возьму за вашу мудрость. А тема у нас сегодня будет, значит, почему мы не помним прошлые жизни, потому что много об этом говорят, я как регрессолог тоже, книга написана уже давным-давно, «Твой выбор в большой игре». Для вас карта, наилучший момент, мои хорошие, да, 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 наилучший момент для какого-то вашего действия, для каких-то действий. Начинайте действовать. Сейчас для этого самый наилучший момент. Вдохновляйтесь. А, вдохновление пришло. Вот, мои дорогие. Вас ожидает наилучший исход дела. Ну вот это прям, кто посмотрел видео, прекрасный знак. И, кстати, может быть, кому-то это очень важно. Перешлите это видео, потому что в любом случае оно будет полезно для многих. Буду вам очень, кстати, благодарна. И, соответственно, те люди, которым, как соломинка, возможно, это видео придет, если вы перешлете. Итак, почему же мы не помним прошлые жизни? Здесь все очень просто на самом деле. Когда я писала книгу, что «Твой выбор в большой игре», там очень много, у меня начинается, там много историй о реинкарнации, там доказательства, то, что реинкарнация есть, перевоплощение душ. Она основана на исследованиях, много десятилетних, там 30 лет исследовала эту тему Ян Стивенсон. Там доказательства есть с медикаментозными, то есть не медикаментозными, а с документами, записывающими, знаете, медицинские карты. То есть если... И, кстати, многие говорили, вот как понять, тоже вопрос был, как понять, воплотилась душа уже или нет, да? Это, наверное, отдельное видео я запишу, но вот так вот там, вот в моей книге, в этих исследованиях говорит следующее, что когда ребенок рождался с какими-то особенностями тела, то есть это могло не быть ноги, руки, а какие-то шрамы, то есть изначально такие достаточно серьезные, причем они какие-то были странноватые, это как рубцы какие-то, или пятна какие-то, вот, знаете, синий-фиолетовый, это тоже, кстати, память с прошлой жизни, как правило, мы как агрессологи, когда вводим подопечных на тонкие планы и прошлой жизни, мы смотрим, и там обычно я спрашиваю, да, значит, откуда вот это пятно взялось с прошлой жизни, там как раз рано были. Человека убивали в это место, или там разрубали, или стреляли и прочее. Так вот, вернемся к Яну Стивенцу. Дети очень часто помнят прошлую жизнь, не все, но многие очень достаточно так сильно, многие дети совсем чуть-чуть рассказывают какие-то истории, а Стивенсон собирал самые такие, наверное, яркие истории, когда ребенок постоянно рассказывал об этом своим родителям, и родители прислушивались, они водили его к нему как к психиатру, он психиатр был, потом он стал как раз парапсихолог, или психотерапевт он был, психотерапевт, по-моему, да, значит, и он эти, у него раз истории, два истории, третий, он понимает, что это не фантазия ребенка, потому что он как специалист легко может поставить диагноз, то есть больной ребенок или здоровый. Естественно, он ставил диагноз, что это здоровый, это было видно явно, и таким образом собралось много историй, которые он просто начал раскручивать. Приходят родители с ребенком, ребенок говорит, что он помнит, когда он был большой, когда он был, допустим, это был мальчик, он говорит, когда я был, значит, большой тетей, да, я жил там-то, значит, и описывал все подробности, знаете, до названия животных, значит, во-первых, где он жил, это местность, значит, всех, кто там в доме был, людей, клички животных и прочее, потом эту информацию все-таки Ян Стивенсен решил перепроверить. Они ехали туда, в эту местность, находили, значит, вот эту вот семью, дом, и действительно, там было подтверждение, что, значит, был такой человек, жил, и он умер тогда-то, тогда-то. Причем он умер от таких-то, таких-то, там, каких-то увечий, которые, эти увечья, совпадали с теми же ран, то есть, ран, которые были запротоколированы, значит, в медицинских документах, там, да, от чего умер, там, что там было и прочее-прочее, а у ребенка там были какие-то явные шрамы, причем той же величины или на том же расстоянии, то есть, это многие истории, он там запротоколировал порядка, по-моему, около 20 случаев, прям с фотографиями, и в моей книге это есть, и это доказывает реинкарнацию, по сути своей. Достаточно, действительно, вот этих 20 случаев, не говоря о том, что есть такой огромный опыт регрессологов, которые постоянно людей вводят в прошлую жизнь, и, соответственно, там получают информацию. Взять хотя бы Макла Ньютона, это первооткрыватель, по его методике я работаю, как регрессолог, и своих ребят, курсантов, обучаю. У меня тоже есть курс регрессии, но он закрытый, то есть, теперь на него попасть просто с улицы, как это мы называем, нельзя. То есть, надо сначала зайти ко мне на какие-то курсы, а базовые, основные, например, на ИОП, целительство, или там ключ ко всем дверям, которые сначала подготавливают, а потом уже идут, получают эту специальность гипнолога, потому что это основа рексуновской гипноза, людей водить с помощью этого инструмента прошлой жизни, регрессии прошлой жизни и на совет мудрецов. О совете я еще много тоже хочу вам рассказать, разных видео, если вам интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, я обязательно расскажу более подробно. У меня даже задумка интересная есть, пригласить Асада Багирова, он не особо это знает, а он хорошо задает вопросы, потому что для меня это настолько обыденность, как один раз ко мне пришел мальчик, на регрессию, и молодой человек, где-то 21-22 года, и вот я вам рассказываю, как мы пойдем на совет мудрецов с его вопросом. И он, значит, сидит и говорит, вы так говорите, как будто мы сейчас спустимся в кафе и попьем кофе. И говорю, ну да, это так оно и будет, только мы не вниз спустимся, мы наверх пойдем. Тоже такая интересно, забавная история была, но сейчас не об этом. А с ним, у него все получилось, вопрос он свой решил. У него, кстати, был вопрос, знаете, какой, у него был сложный выбор оставаться на актерском факультете, то есть он, значит, на актера учился, на артиста-актера, или же пойти в монастырь. То есть, знаете, духовное, вот, знаете, вот, или туда, или туда, как бы перевешивало то духовное, то актерское мастерство. Мы это совместили. То есть он через актерское мастерство нес духовность. Знаете, вот так бывает иногда. Некоторые говорят, а можно? Можно. Итак, значит, почему мы не помним прошлой жизни? Как раз, почему я так долго рассказываю, хотя всего лишь, почти, там, 9 минут, это очень важно. как раз, вот там были очень интересные истории у Яна Стивенса, я их вложила в книгу «Твой выбор в большой игре», когда дети помнили вот эти четкие события, и когда ребенка уже такого, ну, сколько ребенка, там, по-моему, порядка 10 лет, наверное, привели его, это больше он исследовал, кстати, в Индии, потому что там верят в реинкарнацию, и там не скрывают. В Европе, везде все это сразу к психиатру, транквилизаторы, какие-то таблетки и будут лечить вас от шизофрении. И, значит, ребенка привозили на то место, он вспоминал всех своих родных, и там девочка была, и она вспомнила всех. Она, значит, она была матерью для этих детей, которые уже выросли, у которых свои дети, и она, вот, представляете, маленький ребенок, она говорит там, ну, условно там, Махмуд, или там, Азиза, ты моя девочка, иди ко мне. И она, значит, зовет ее, говорит, иди посиди у меня на коленочках. Понимаете, вот взрослые люди стоят, это ее дети, а она маленький ребенок. И как они к ней относятся? Естественно, они хоть и верят, но все равно это, это совершенно, знаете, как это разрыв шаблонов, это взрыв мозга, это непринятие в любом случае. Какая же она мать, хоть ты и веришь, ну, да, ну, жить своей матерью в 10-летнем возрасте это очень трудно, это невозможно. Но больше всего страдала эта девочка. Там рассказывается о ее страданиях, насколько она очень сильно переживала о том, что они ее отвергают, они ее не принимают, у них своя семья. то есть, понимаете, вот тут мы, когда кто-то из наших близких ушел, как мы страдаем, да, а это, представляете, память ее вот прошлой жизни заставляла ее настолько мощно сильно страдать, что это просто было невыносимо. я же не знаю судьбой этой девочки, но, в общем, наверняка вы уже поняли, к чему я веду. То есть, если мы будем помнить все наши прошлые жизни, а представьте, а мы воплощаемся десятки раз, сотни раз, не только здесь на планете Земля, но и в других каких-то цивилизациях. Если мы будем помнить все, с кем мы пересекались, кого мы ненавидели, кого мы любили, кого мы зарезали, кто нас зарезал, предал, ограбил, использовал или, наоборот, был нам благодетелем. То есть, вот таким образом нас берегут. Это первое. То есть, это невозможно выдержать и у нас настолько все перемешается, то есть, вообще просто у нас бред полный будет в голове, то есть, а она, память закрыта. Причем у детей до 10 лет, нет, 10 лет уже хуже все становится видение прошлого. До 7-8 лет энергоинформационный барьер у детей более открыт. То есть, они видят, помнят, слышат, они будущее более считывают. Ну, про нынешних детей вообще немножко отдельная песня, потому что они совсем у нас другие особенные идут. А вот те, которые вот наше поколение еще вот тут, естественно, помоложе, у них 7-8 лет барьер, этот энергоинформационный, видение слышания тонкого плана прошлого, будущего, он закрывается постепенно, как родничок на голове у нас, да, зарастает там, как году, по-моему, да, соответственно, то же самое происходит у ребенка. То есть, ему оставляет этот буфер времени для того, чтобы, во-первых, он помнит тонкий план, дом души, прошлой жизни, чтобы такой плавный переход был плотный. Да, потом это все закрывается, и многие, даже специалисты, которые развивают всякие экстрасенсорные способности у детей, они говорят, да, 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 идет, идет, а потом хопа, они говорят, у них говорят, все, у них эти способности пропадают. А это всего лишь такая физиология, особенность нашего тела, так вот нам сделали, чтобы дети пока вот помнили еще, они с тонким планом, они более были в соприкосновении, мы это видим, слышим, помните, как это страшно было, все эти, каких-то мы монстров видели, все это, то есть и астральный план видим, и там с кем-то разговариваем, и там с какими-то ангелами, с какими-то душами, у меня внучка все время разговаривала, видела ушедших души, вот сидит на горшке и разговаривает там, мама подходит, дочь моя, говорит, а с кем ты разговариваешь? Да вот, говорит, девочка сидит, чего ты тут, и, ну, слово за слово мы так вот, значит, вытягивали информацию потихонечку, понимая, что она видит, значит, души, потом этот, потихонечку дают ей, потом она где-то лет 12 она видела, потом закрыли, то есть чуть-чуть приоткрывает, смотрит, реагирует, как человек на это, его реакции, если он очень боится, если что, закрывают, то есть перекрывают ему, потому что он сам, как правило, ну, даже и просит это. Значит, следующий у нас еще пункт, почему нам закрывают в прошлой жизни, во-первых, каждый раз, когда мы попадаем в новые условия, нам нужно делать, то есть, если, смотрите, если не сдали экзамен в этой жизни, то есть вам нужно было простить человека, он что-то вам сделал, ну, по сути, это какая-то или кармическая уже у вас отработка идет, или же это эволюционный урок, то есть кто-то вас предал, да, кто-то вас составил, кто-то вас обидел, да, в кавычках, конечно, все это, если с точки зрения духовного уровня смотреть, вы сами, как душа, выбрали этот путь, вы согласились на него, пройти его, пройти, как правило, этот урок, принять с благодарностью и отпустить, идти дальше, то есть это, ну, как бы аксиома высших таких закономерностей мироздания. Если человек начинает мстить, если он переживает, если он в горе, если он в несчастье, если он в претензии, в ненависти, в агрессии, начинает там какие-то слать проклятие, порча и прочие такие моменты, то его, естественно, с этим человеком могут или с другим человеком в следующей жизни поместить. И, по сути, этому герою, который не выполнил здесь домашку, задание, экзамен не сдал, он должен в следующей жизни вот как раз пройти его, то есть он должен принять, понять, отпустить и идти дальше. И нужно новые решения. То есть, не представляете, если вы будете помнить ваших обидчиков, вот вы его видели и сразу вспомнили, что он вам сделал, то вот этого нового решения просто может не произойти, по-другому отреагировать на эту ситуацию. Но наша душа, естественно, она как энергоинтонационный носитель, она помнит все. В ней записано практически все. Подсознание наше знает это, особенно на эмоциональном уровне. И эмоции как раз это выдают в прошлой жизни. То есть, один из критериев то, что реанкарнация существует, это доживю. Это взгляд, то есть, любовь с первого взгляда или ненависть с первого взгляда. Вы видите, смотрите человека, он вам ничего не сделал, вы его уже ненавидите. Отвращение, страх, животный страх. У меня на Алтай зимой я ездила значит на Алтай на тренинг и там у меня встретились, представляете, какие встречи уникальные. Там вообще на Алтай такие места силы, вы многие уже смотрели эти мои записи, видео оттуда. Так вот, встречаются две женщины, одна местная, одна со мной на тренинге приехала. И потом это задним числом выясняется. У нас методические карты, мы садимся за стол, значит там прошлую жизнь рассматриваем. И выясняется, что та гостья приглашенная, она наш проводник, экскурсовод был, я ее как в гости пригласила, говорит, посиди, свой запрос разреши и прочее. Вот, она обрадовалась, и мы разбирали, значит, ее затыки профессиональной деятельности. И получилось так, что за столом был палач и жертва из прошлой жизни. Так вот, эта приглашенная была палачом. А рядом сидела жертва. И потом она задним числом рассказывала, как только она вошла, мне, говорит, все затрясло. Животный страх. Я, говорит, мне вообще не понять не могу. У меня, говорит, все переворачивается, вот это, я, говорит, забилась там, сижу и, говорит, я вообще не понимаю, что происходит с моим телом. Мне, говорит, очень плохо. Когда за стол встали, стало уже более-менее полегче. Когда стали разбираться, выяснилось, вот там у нас есть колесо сансары, когда мы идем в прошлую жизнь по миферическим картам, хоба. И выясняется, что, ну, то есть вся судьба, она раскрывается конкретно через карту. И выясняется, что как раз вот жертва, это у нас девочка за столом, это палач, и она рубила этой руки. И она тоже еще подтвердила, когда вот мы дошли до этой карты, говорит, когда только вынули и поняли, что та в прошлой жизни, что она там накосячила, вопрос такой есть, значит, рубила руки, и говорит, у меня, говорит, они имели руки. И я, говорит, увидела картинку. И та это подтвердила. Ну, то есть там, знаете, как вот это, это эмоции. То есть вот эта любовь с первого взгляда, это значит в прошлой жизни то же самое, что люди встречались, была сильная любовь, и в один момент ты этого человека узнаешь, ты просто как бы знаешь о нем все. Ты не знаешь откуда, но это просто знаешь, да, вот у меня тоже в моей жизни было так, я встретила мужчину, это после уже кармического брака, за пять секунд, ой, за пять минут, пока мы танцевали танец, мы с ним просто говорили о какой-то ерунде, и он мне сказал следующую фразу, такое ощущение, что я знаю тебе тысячи лет, я говорю, у меня взаимно так же. Но я-то знала, как регрессолог, откуда, да, он пока еще не знал. Это вот как раз оттуда же. В общем, много таких интересных историй, у нас было бы открыто, если бы у нас был открытый вот этот энергоинформационный барьер, а у нас специально закрывает. Ну и потом, если вы будете знать о том, что там так здорово, классно, хорошо, кстати, о тонком мире, потому что некоторые еще спрашивают, ну да, мы тоже не помним, как там, как там, но ведь для этого есть как раз мастера, проводники, есть книги многочисленные, есть люди попадают в клинической смерти, идут, смотрят, как там, да там классно, там очень хорошо, и если, но религия запугила очень многими столетиями нас, то, что там очень, там ад, там, конечно, рай, там ад, и там тоже это, для того, чтобы людям, нельзя совершать суицид, кстати, это то же самое, то есть если люди помнили о тонком мире, что там вообще супер классно, а зачем мне тогда здесь страдать, они просто все поубежали бы отсюда.